Треть всех боев сосредоточена на Покровском направлении. Харьковская область под постоянным огнем авиации противника. Приграничная Сумская и Черниговская области под арт-огнем. Там армия РФ также проводит диверсионно-разведывательную деятельность. На Краматорском направлении российские оккупанты пытались вести штурмы у Часового Яра, Андреевки и Ивановского. Задействовали также авиацию. На Торецком плацдарме противник сосредоточил усилия в районе Северного, Железного и Нью-Йорка. Украинские воины сдержали захватчиков на всех этих участках. На Покровском же направлении состоялось наибольшее количество боестолкновений. Армия РФ активно пытается потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Александрополя, Воздвиженки, Калинового, Новоалександровки, Карловки и Оснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск, потери российских оккупантов уточняются, отметили в Генштабе. На Харьковском направлении захватчики ведут безуспешное наступление вблизи Старицы, Липцовы и Малых Проходов. В то же время, по данным Института изучения войны, украинские защитники во время контратаки продвинулись в районе Глубокого. К операции оборонительного характера, которые провели силы обороны Украины, привели к тому, что брак не смог продвинуться ни Волчанский, ни Липцы. Самое главное, не смог соединить два этих плацдарма, которые планировал превратить в один, это как раз фланги Липцы и Волчанский, наступать на Харьков, создать ту зону, которая была бы чрезвычайно опасной, как для самого города. На севере Украины пограничники нанесли удар дронами по позициям противника, в частности, была уничтожена артиллерийская установка Д-30, сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Кроме того, захватчики лишились блокпоста, поста наблюдения и пункта постоянной дислокации личного состава, говорят украинские пограничники. Партизаны движения «АТЭШ» провели разведку российского военного госпиталя во временно оккупированном Севастополе в Крыму. По их данным, там находится большое количество раненых захватчиков. Источник партизан сообщил, что за неделю в медучреждения госпитализировали около полутысячи человек. Тяжелых раненых принимают и распределяют по гражданским больницам, а других отправляют обратно в подразделение на реабилитацию, как говорят партизаны. А по факту их отправляют на боевые задания. Тем временем британская разведка выяснила, за последние два месяца Россия потеряла убитыми и ранеными более 70 тысяч человек личного состава. Как утверждает Министерство обороны Великобритании, среднесуточные потери РФ за этот период увеличились до максимумов с начала войны против Украины – около 1200 человек. Однако, несмотря на такую статистику, Россия набирает от 25 до 30 тысяч новых солдат ежемесячно. Примерно столько же, сколько теряет. Тут надо говорить не о количестве тех людей, которые подписывают контракт с вооруженными силами Российской Федерации или мобилизированы. Надо говорить о качестве этого воюющего контингента. Качество оставляет желать лучшего. Поэтому и гибнут очень многие, и нет тех продвижений, на которые враг рассчитывал. Ресурс, я думаю, что та скрытая мобилизация, которая на России продолжается, она все равно со временем в брак будет переходить на более открытые формы мобилизации. Но, опять-таки, насколько это внутренне Россия сможет выдержать, мы увидим, я думаю, ближе уже к осени. Тем временем, за минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали 1030 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери армии захватчиков составили более 556 тысяч. Также украинские защитники уничтожили 9 российских танков, 23 боевые бронемашины, 48 артиллерийских систем и 2 средства ПВО россиян. Кроме того, силы обороны Украины поразили 26 беспилотников и 5 крылатых ракет, а также более 80 единиц автомобильной, спецтехники и цистерны.